Да-да, подумал только что, что лица, романы, повести, где медленно листаются страницы. Прогулка к Зубнову, к доктору Ахмеду, 26 мая 2009 года. Но в начале импровизации на фортепиано. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Мальчик с палкой Счастливый идет, как настоящий неандритальц. Отсюда столько счастья в походке. 26 мая день российского предпринимателя написано на плакате, я мысленно добавляю, которого грабили комиссары и чиновники 30 лет 17-го года от имени революции. А теперь грабят те же самые комиссары от имени капитализма. В сирене девушка в метро, распущенные волосы, и запах вспыхнул так остро, как будто громким голосом. И раздражение возникло чужие праздники вдыхать. А может в том, что вот привыкла она еще жевать, жевать, ах эти жвачки, все ж вульгарные и агрессивные и бульварные. Возможно бы ее сирень, воспеть иначе бы не лень, мне было с звездами сравнив. Чем дышит страстно мироздание, как развивать я буду стих, я не планирую заранее. Туда-сюда метнется мысль, я сам ведь первый наблюдатель, я им не сват и не приятель, а разве что как тамада даю ремарки. Иногда. А чему жаль сирень, сирень. Вздремнуть хочу, слова как тень. Я всех развлек, и медсестре читал, и на рецепшене прекрасной секретарше, и доктору Ахмеду красиво, он сказал. Они ходили все вокруг, как любопытные, и ожидали развлечений, ну как птенцы, как пташки. Не все читал, а про сирень лишь только, все улыбались, улыбались, безумолко. В автобусе бесплатном, мы едем встанящее обратно, она чего-то накупила в мегаполисе азартно. Как хорошо передохнуть сидячие места и помолчать, мелькнула мысль, изящная и проста. Как тени хороши в автобусе, глухие, когда над нами голубеют небеса, и жарит солнце, и мягко-сладостно-прохладные, неледяные ветра над городом снуют, оставив видно с любопытством все загородные перелески и леса. Мне показалось, женщина в метро смотрела и думала, и думала, как жаль. Что я когда-то в жизни ей не встретился. Такая мысль была ей в глазах, но вовсе не печаль. Нет, не учился вроде с ней я в институте. И нет, в компаниях, наверное, не сидел. Оставим эти мысли в промежутке. Я что-то другом сказать хотел. Да-да, подумал только что, что лица, романы, повести, где медленно листаются страницы. И вот что в лицах привлекает нас. Вот безотчетно это зрелище и увлекательно для глаз. Ну да, бывает повесть где-то в середине, в начале и так далее, в конце. И эпизоды разные там видно в любом открытом человеческом лице. И с моего лица украдку и читают, что я пишу на листике своем. Зачем редактор тогда все редактирует и издают, прилавок засыпают, когда и так все знают обо всем. Ну, редактировать, конечно, я себя не позволяю. А остальное для чего? Что перечистил я? Не знаю. Ах и да. Ах, ясно для чего. Чтоб можно было бы, чтоб можно было самому листать. Ведь, глядя человеку на чело, листать нельзя. Лишь можно наблюдать. Ну и два слова скажу в прозе, как я не соглашаюсь редактировать себя. Однажды из Нового Мира мне позвонили и попросили дать стихи. Я дал, почитали, потом сказали, знаете, вот некоторые стихи надо бы поправить. Вы не против, если мы их отредактируем? Я говорю, нет, нет, зачем? Если у вас есть сомнения, то просто опустите эти стихи и не надо их публиковать. Потому что я рассуждал так. Зачем выглядеть в глазах читателей лучше, чем я есть? Не стоит людей водить заблуждениями. ПОЮТ НА ИНОСТРАННОМ ЯЗЫКЕ НОСТРАННОМ ЯЗЫКЕ Продолжение следует...